Символ единения великороссов, малороссов и белорусов. Знак верности, благородства и мужества. Три главных цвета нашей страны, объединенные одним, бело-сине-красным полотнищем, в субботу станут виновниками грандиозного торжества. В день государственного флага Российской Федерации на второй очереди набережной состоится праздник федерального значения. Главные участники – военные, те, кто во все времена закрывал собой священное знамя страны. Будут выставляться и армейцы, будет и выставка вооружения, выставка форменной одежды, будут площадки других силовых структур, в том числе и военных, будут показывать и свои умения военнослужащие и правоохранители. На трехцветном празднике Минобороны России проведет акцию «Военная служба по контракту – твой выбор». Все, кто желает вступить в ряды защитников Отечества, смогут пройти тест на профпригодность и задать все интересующие вопросы. Получить информацию об условиях прохождения военной службы по контракту, сроках, социальных гарантиях, денежном довольстве военнослужащего, льготах, применяемых военнослужащим по контракту, также могут получить у нас, в нашей палатке. Кульминацией празднования Дня Флага станет зрелищное авиашоу, организованное Воздушно-космическими силами России. В течение полутора часов над акваторией Волги будут кружить боевые истребители и вертолеты. Полет пройдет на минимально возможных высотах – от 150 до 550 метров. Гвоздь программы – легендарный «Белый лебедь», самый мощный в истории военной авиации, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракета «Носец Ту-160». Завершит шоу выступление знаменитой пилотажной группы «Русские витязи». На воздушном параде выступят и самарские летчики. В составе пилотажной группы будут принимать участие члены сборной России, которые только сейчас вернулись буквально на днях с чемпионата мира, с 15-го юбилейного, на котором из семьи золотых наград взяли пять. Шанс стать свидетелями потрясающего праздничного события самарцам выпал не просто так. Город заслужил это право своей великой историей. Была выбрана Самара по предварительной договоренности главнокомандующего и губернатора, потому что Самара – это центр авиационной и космической промышленности. Здесь очень много связано с авиацией, поэтому этот выбор был не случайный. В день государственного флага столицу региона посетит и главнокомандующий воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев. Торжества пройдут на второй очереди набережной 22 августа. Начало в 12 часов. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.